вот он даже тут не помещается колизей которые сносят которого больше не будет никогда круглое здание потом узнаю какой постройки какого года здесь вот как-то так не пошло какой бы магазин не открывался никто народ туда не идет наверное здесь нужно было открывать сначала фикс прайс чтобы народ был побольше да а потом какую-то галерею ну так по кругу идешь я походила честно идешь и смотришь идешь и идешь себе прощай колизей хорошее здание красивое такое было сейчас уже разобрали его практически ну так бывает а какой лишь круглая тема за не лишь какое кругленькая она а посередине дырочка как баранка ой 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 тихо аккуратненько где им пожалуйста не хулигань машина едет аккуратно дим пожалуйста я прошу тебя покажи папа глаза а вот нет вот и вон и нос и рот как будто бы дерево все время с собой проходили наша молодость вернее жене на молодости наши отношения сужение здесь проходили в этом районе это уже ближе право к окраина города там же самая такая окраина там потом начинается лес и все лес и все ну да вот и девятиэтажки полисадничек самый такой а там помнишь киоск был же и и там продавался хлеб такой вкус я здесь а когда же не познакомилась весила 49 килограмм здесь у дженни джей помощь как поправилась я этот хлеб мы покупали какой-то джем банки там пол-литровый и я помню этот хлеб макаловый джем и ела это было так вкусно вообще и вот он этот хлеб тут продавал вспомнишь это было рыбе то я помню за основу он был восхитительно свежий мягкий сочный такой хлеб балде ну вот тут был киоск и тут вот дом наш прям вообще он был просто бесподобный я помню набрала 10 килограмм что-то 60 чем-то вес она была такая толстая если сейчас я вешу 60 и не такая чё книжки книжки а холодильник что приволокли да садик здесь вот такая здесь кстати в этом в этой части города очень много и озелененных таких парков небольших чем у нас городе помнишь там там он находится вот там вот тут вот как раз помнишь помнишь я помню я тебе приставку так помню нет а вон там он это зимой каток помнишь музыка играл там мы походили туда смотрели а дети катались не еще музыка была я помню это было десять лет назад больше или больше десяти помнишь я тебе звонил и выгляни в окошко дам тебе горошки а я выглядела я тебя плясал вот тут кто плясал там папа да молодые молодые тебя еще не было да ну что там плясали мы я маме плясал да папа маме наплясал он сплясал 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 это был 2010 год а не 2011 да 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 2011 2012 и 2013 да папа а 13 мы уже уехали а это не холодильник это горка а мне показалось холодильник там столько воспоминаний вообще прям бесподобно не думал никогда что у меня будет столько воспоминаний много а здесь отдыхали мы помнишь вы на этом кирпичике приходили с полными сумками причем мы почему-то приходили там уже в десять вечера или восемь что ли вечера помнишь там мы здесь жили с мамой сейчас увидишь подъезд который всегда что есть поздайте нам заберу оп ничего 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 себе все вместе бери и там переберем дома тут лифт который всегда был занят не дождешься получается туда восемь квартир и туда восемь квартир то есть на всех этажах тут гаражи всем привет с вами канал артмани за этими гаражами находится лесопарк тут же окраина ташкентская 143-144 где то вот так вот есть туда вот тут немногие знают но я думаю кто живет здесь наверно уже знают может быть даже все есть проход этот лесопарк мы лично Женькой десять лет назад защищали его пытались хотели срубить но там очень большая парковая зона лесопарка хотели срубить да деревья срубить хотели мы защищали охраняли подписи собирали подписи всех вот этих ближе ближе ближащих домов тут он гуляет какой запах Жень чувствуешь какой запах ой грязь тут грязь тут ну тут сначала заходишь ах папа хитрый папа пошел по листочкам заходишь в грязь а потом там дорожка асфальтированная ну и сильная грязь такой запах тут не поднимай только ничего ну не надо ничего тут очень большая большая прибольшая территория овальная такая здесь делают пикники шашлыки люди отдыхают смотрите какой он прям зеленый зеленый такой еще после дождя время как раз а смотри это что дерево его смотри закрыли ой 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 смотри мам вот упало дерево упало да ну да они падают они вон гниют внутри прогнивают деревья старые и тут тоже упало дерево упало да здесь зимой зимой здесь очень красиво очень а мы же с вами были зимой где-то есть ролик видео на канале в заставке по еще оставлю вам там птицы поют вот классно жить мы живем в центре города Самары нас такого конечно нет а вот кто живет тут на окраине не могут каждый день вот так ходить в лес гулять зимой здесь очень много людей очень много лыжников катаются на лыжах нет ну наверное конечно вот так вот девушки одной я бы наверное одна сюда не пошла бы в лес все таки ну страшновато какой там красивый вид открывается какая красота я очень давно здесь не была уже летом раньше мы с Женей здесь жили ходили каждый день сюда Жень как красиво смотри давай остановимся хоть хоть на чуток остановимся какая красота да а еще после дождя все это больно у меня пальчик аккуратненько ну пойдем да ну сейчас сейчас пойдем так такая прям вообще красотинь все такое ярко чуть-чуть сейчас там солнышко выйдет ну дождь прошел у нас такой немножко холодно дождичечек и такой аромат прям земли такой такой мокрой листвы деревьев мокрых ай как пахнет обалденно просто бесподобно и проглядываются вот это вот деревья темные и зелень очень красиво ну через камеру конечно не знаю как вам будет видно но вот тут вот оказаться очень красиво лес запах леса ну кто там ай собака я уже думала чупакабры какая-нибудь наскочила птицы здесь поют офигенно не так конечно как на даче было слышно но все же красота и скрип в в в в и в здесь кстати вот горка идет вниз зимой катались здесь мы с горки когда же не жили вместе ну когда здесь жили я имею ввиду вот катались деревья такие зеленые все и там склон хороший идет здесь даже где-то лошади живут только найти очень сложно и тут ван тропиночка какое дерево а давай поищем она свисала там прям так подышите полной груди пахнет бесподобно просто ну конечно семьей да сложно с ребенком муж торопится ребенок быстрее быстрее домой а так конечно одному я здесь гораздо медленнее бы шла и сделала бы не знаю часов на пять все это часа на три на я точно тут вообще ветка как упала как будто перегородил дерево чтобы туда никто не ходил там разные тропинки разные там глубь леса висит там кстати какое-то объявление что 17 мая начало мая видео чуть-чуть с опозданием будет какое-то слушание по поводу лесопарка вот этого он называется лесопарк имени шестидесятилетия чего-то там не помню не знаю чухать но срубать то конечно наверное не будут я надеюсь ну такая прям зона тут мало конечно людей гуляет может и хорошо что мало мусора меньше оставит смотрите как ты маленький и он там уже велосипедец заново ездит уже проезжал как красиво уходить не хочется а тут дерево цветет яблони наверное корявая про или вишня может вишню летом придем посмотрим наверное вишня она такая корявая любит быть красивый дима уже в лес пошел на территорию леса велосипедист уже второй раз минус проезжает вот а вот здесь кстати с краешку раньше было кафе и когда-то десять лет назад здесь была громко играла музыка были танцы танцевали народ отдыхал мусорки даже он есть хотя мне кажется они не выводится на отсюда ай тут тоже запах да соскучился рыбка там он даже какое-то небольшое построение осталось людям что-то было наверное когда-то тут дрова кто-то себе заготовил может приезжает забирает дим грязь там уже а тут наверное когда-то был вход может быть в этот лесопарк но он находится прям что город находится в той стране все дома а это вот у трасса и там еще по моему лес или дома немножко не помню жень а там дома есть какие-то какие-то есть же да вроде есть что-то я помню а стоят дома точно дима идем это был значит вход здесь скорее всего когда-то написано что-то было отсюда был вход а потом уже там гаражи были с той стороны и люди уже сами протоптали тропиночки чтобы ходить гулять кормушка здесь просто шикарная и там было я сейчас видел со ступеньками кормушечки и здесь тоже вот в ботинки даже офигеть смотри и ботинки главное по цвету прям нашли с ножками обалдеть бывает такое да бываешь такое не трогай не надо они приклеены там мой ножки двигаются даже не трогай вот у нас с вами какая прогулочка шикарная получилось я засняла разные фоны сделаю их в высоком хорошем качестве потом будете смотреть включать возможно телевизорах и отдыхать как будто в лесу с пением птиц каким-нибудь журчанием жужжанием напишите в комментариях как вы хотите диме надо все потрогать тут мы уже по кругу идем уже подымаемся чуть-чуть наверх небольшая горочка кстати ведь это это сейчас активно капюшон одеть крыши всякие вот тут вот тоже какие деревья красивые смотрите только можно сесть и рисовать кстати за все то время сколько мы с вами тут идем я встретила четырех человек только бабушка там и дедушки ну как туда наверное одной бы было страшновато немножко мало ли так компания какая пьяные да тут будешь кричать о помощи и даже никто ничего не услышит это только вот семьей с папой а чешется но потерпи у тебя и так чешется там постоянно в гору уже тяжело подниматься вон там тоже вон тропиночка там вот те дома здесь заходит очень красиво бесподобно красиво здесь вот тоже смотрите как какой-то прям напоминает как будто какой-то как вас за границы снимают от леса дорожки до асфальтированные леса вот мне кажется иногда что нахожусь за границы особенно вот тут вот желтый там он что-то валяется лежит ты идешь если дядя заберет отстаешь белочки вроде здесь живут может и лиса кстати тут еще тропинка как жень а тут еще тропинка а чё-то я не помню эту тропиночку вот опять летит опять самолет слышно наверно вам такой он услышно должно быть в детстве я очень часто слышал когда его снова слышал вспоминаю свое детство как мы жили на балхаше у меня папа военный был тогда и там часто такие летали из раз меня балхашка там был офигенно и тепло особенно летом собачку она сюда животных выгуливать приводит собакам вообще наверное лес увидит что за шикарное дело ну хорошо все наши с вами прогулочка подходит концу мы снова выходим через боковую тропиночку я надеюсь что вам очень понравилось это прогулочка очень надеюсь что понравилось ставьте лайки тут подписывайтесь пишите комментарий понравился вам или нет и всем пока пока с вами был канал артмани надышаться напоследок когда еще следующий раз я надышусь таким прекрасным свежим воздухом после дождя и лесом и пожалуйста вот все дома троллейбус 17 кстати здесь хоть город самара тут тропиночка есть туда куда-то уходит тут тоже все так где гаражи кстати не подумаешь что тут лесопарк кажется что что-то тут такое прямо злачное место да всем пока пока что-то что-то